Всем привет! Сегодня мы будем делать вот такую красивую анимацию Blender 2.9. Открываем Blender. Удаляем все лишнее. Добавляем в сцену Cylinder, меняем количество граней на 6. Поворачиваем его по оси X на 90 градусов. Идем в Edit Mode. Удаляем полигоны на торсах. Идем в Object Mode. Жмем S-Y-5. Далее Ctrl-A of Transforms. Идем в Object Data Properties и выбираем Remesh. Жмем Quad. Далее Quad Reflow Remesh. В поле Number of Face ставим цифру 8000. Это нужно для того, чтобы сделать равномерную топологию. Скопируем Cylinder и скроем копию. Добавим несколько модификаторов. Для начала Build. Ставим галочку Randomize и крутим значение Start Frame. Далее модификатор Solidify. Увеличиваем толщину. Выбираем галочку с Fill. Добавим еще один модификатор Solidify. Отрегулируем толщину. Последним добавляем модификатор Bevel. Крутим Amount. Количество сегментов ставим на 2. Применим модификатор Build. Настроим материал. Идем в Shading. Добавим новый материал. Добавим несколько нод. Это текстуры Checker, Noise и Voronoi. Соединим их. Подключим к значению Шероховатость. В настройках Voronoi ставим значение Чебучев. Добавим ноды Mapping и текстурные координаты. Покрутим настройки в нодах Noise, Voronoi и Mapping. Чтобы добиться нужной формы узора. Добавим ноду Coloramp. Подключим ее. С ее помощью отрегулируем силу шероховатости на узоре. Теперь добавим ноду Bump. Подключим ее к выходу Normal. А на вход к слоту Высота подключим выход от текстуры Checker. Продублируем Bump и Noise. Соединим ноды. В Bump уменьшаем значение силы. Noise выставляем Scale на 100. Детали на максимум и покрутим Roughness. Материал готов. Теперь вернем видимость к цилиндру, который мы скрыли в начале. Еще раз продублируем и копию скроем. Идем в Edit Mode. Переходим в режим X-Ray. Выделяем все точки, кроме тех, что с краю. И удаляем их. Идем в Object Mode. В меню сверху жмем Object Convert to Core from Mesh. Мы сделали кривую из цилиндра. Теперь идем в Object Data Properties. Вкладка Geometry, Bevel, Depth. Увеличиваем значение. Добавляем фигуре новый материал. Меняем на Emission. Меняем цвет и силу. Поставим эти галочки во вкладке настроек рендера. Покрутим настройки Bloom. Вернем видимость скрытых объектов. Передвинем наш светящийся шестиугольник на край цилиндра. Уменьшим его немного. Теперь скопируем и поставим копию в середине цилиндра. Сделаем у копии материал уникальным и поменяем цвет. Выберем копию цилиндра, с которой еще не работали. В Object Properties поставим замочек на Scale Y. Жмем S и уменьшаем цилиндр. Добавляем ему модификатор Solidify. Убираем галочку Fill и настраиваем толщину. Применим модификатор. Назовем этот объект Particle . Добавим в цену еще один цилиндр. Уменьшим Radius. Продублируем два раза. Назначим каждому цилиндру материал Emission с разными цветами и силой 5. Выделим их все и жмем M New Collection. Дадим название свет. Далее выберем объект под названием Частицы. Добавим ему систему частиц тип Hair. Во вкладке Render в поле Render As ставим Collection. Во вкладке Collection выбираем коллекцию свет и ставим галочку Object Rotation. Ставим галочку на Advanced. У нас появляется новое под меню Rotation. Ставим на ней галочку. Меняем значение в поле ориентации на Object X. Теперь выделяем объекты из коллекции свет и поворачиваем по оси X на 90 градусов. Поменяем количество частиц. Во вкладке Render увеличим параметр Scale и Scale Random. Берем галочку Show Emitter. Теперь на рендере будут видны только частицы без цилиндра. Выставим камеру. Поменяем у нее фокусное расстояние. Теперь скроем камеру и объект Particle. Выделим то что осталось. Жмем M и добавляем новую коллекцию под названием Tunnel. Жмем видимость объектом. Выделим объект Particle и добавим в коллекцию с одноименным названием. Жмем Shift A в Collection Instance. Выбираем коллекцию Tunnel. Жмем GY и двигаем эту копию. Зажав при движении Ctrl мы сможем точно позиционировать копию. Копируем ее и повторяем процесс. Нам надо сделать 10 таких копий. Это Instance копии, то есть у них нет геометрии и они не загружают так сильно ваш компьютер как обычные объекты. Снова жмем Shift A в Collection Instance. Выбираем коллекцию Particle. Поделываем с ней те же операции что из предыдущей коллекции. Только теперь нам надо сделать 11 копий. Чтобы было легче скроем пока личные объекты. Проанимируем камеру. В первом кадре поставим ключ на перемещение. Передвинем в последний кадр. Длина цилиндра у нас равна 10. Значит нам надо передвинуть камеру на 10 единиц по оси Y. Чтобы вид в камере в первом и последнем кадре был одинаковым. Пишем плюс 10. Enter. Идем во вклад в Animation. В Graph Editor меняем тип интерполяции на линейный. Теперь проанимируем объект Particle. В первом кадре ставим ключ на перемещение. В последнем кадре сдвинем его по оси Y также на 10 единиц. Только в другую сторону. Жмем GY-10. Ставим ключ. В Graph Editor поменяем интерполяцию на линейный. Идем в настройки мира и меняем цвет на черный. Проверим результат. По желанию можно поменять контраст в настройках рендера. Анимация готова. Если вы хотите чтобы я делал еще больше интересных видео то поставьте лайк. Так я пойму что то что я делаю кому то интересно. И конечно подпишитесь чтобы не пропустить ничего нового. Всем удачи. Пока.